В биткоин возвращается ликвидность. Китай начинает дампить казначейские облигации США. Европейский союз выдавливает стейблкоины с рынка, а крупнейшие банки планеты внезапно, без уведомления, начинают превращать деньги клиентов в цифровые токены. Меня зовут Богатейщий Ди, спасибо за то, что смотришь мой канал. Если ты тут впервые, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Здесь мы регулярно говорим о самых важных событиях из мира криптовалюты и экономики. Citibank, один из крупнейших банков в мире, конвертирует депозиты клиентов в цифровые токены, которые после этого можно будет мгновенно отправлять в любую точку мира. В конце июля, как ты помнишь, ФРС США запустила собственную платежную систему FedNow. И с тех пор она занималась тем, что призывала банки использовать ее. И спустя два месяца после этого лидирующие банки мира готовы конвертировать твои деньги в цифровые активы. В объявлении сказано, что Cititoken Services предназначен для управления денежными средствами и торговли финансами. Сервис использует технологии блокчейна и смарт-контрактов для предоставления цифровых услуг институциональным клиентам. Citibank интегрирует токенизированные депозиты в глобальную сеть. То есть пока что эта программа доступна для бизнес-клиентов. Банк говорит, что клиентам не понадобится самостоятельно устанавливать цифровые кошельки. Вместо этого все произойдет автоматически. Они получат к ним доступ через существующую банковскую систему и даже не поймут этого. Похоже, что та самая блокчейн и смарт-контрактовая технология, о которой здесь говорится, это и есть система FedNow. Конечно, об этом официально не заявлено, но какая другая система может быть в качестве фундамента для этих инициатив? В дальнейшем клиенты банков даже не будут знать, что используют систему FedNow, когда, например, оплачивают свои счета на телефоне. Они даже не будут знать, что их деньги, которые они положили в банк, на самом деле уже деньгами и не являются в привычном смысле этого слова. Это будут токенизированные активы, это будут цифровые токены. Простыми словами, выбора у людей не будет. Вот что говорит сотрудник сетибанка Дамир Кхалик. Эта программа запускается в рамках нашей общей цели всей индустрии. Создание интероперабельных решений в области цифровых активов на базе множественных банков. Не нужно питать иллюзий. Когда они заявляют, что программа токенизированных депозитов пока что предназначена только для бизнес-клиентов, мы должны понимать, что это всего лишь ограниченный тест инфраструктуры FedNow. И в итоге, если результаты теста их удовлетворят, абсолютно все банковские услуги будут токенизированы. А люди будут пользоваться цифровыми токенами, даже не зная об этом. Почему это объявление от Ситибанка о конвертации депозитов клиентов в цифровые активы для многих оказалось неожиданным? А все потому, что публично их действия по созданию инфраструктуры и токенов никак не освещаются. Нас просто не держат в курсе. Перед запуском пилотной программы, Сити Групп вместе с подразделением Федерального резервного банка Нью-Йорка и глобальными банками много месяцев тестировали сеть Regulated Liability Network, которая позволяла банкам имитировать трансформацию клиентских денег в цифровые активы. Эксперимент позволил ФРС США понять, что так называемые цифровые доллары, цифровые доллары, на минуточку, способны улучшить платежи, а их использование не нарушает действующий правовой режим. То есть спустя два месяца после запуска FedNow мы уже тестируем цифровые доллары. Таким образом, крупнейшие глобальные банки мира фактически развивают способы, которые позволят им внедрить цифровые деньги по всему миру. Они уже говорят, что тесты были успешные и теперь они запускают пилотную программу. Сити Групп успешно протестировал новый сервис совместно с AP Moller Maersk, одной из крупнейших в мире компаний, которая занимается морскими грузоперевозками. Пилотный проект показал, что банк может мгновенно передавать токенизированные депозиты поставщикам с помощью смарт-контрактов. Глобальный руководитель отдела цифровых активов Ситибанка говорит, «Наши решения в рамках сети Ситибанк дополняются глобальными и открытыми партнерствами, что и дает сервису потенциал выйти из банка Ситибанк и распространиться на более широкую финансовую систему». Видим ли мы это и на примере других банков? Конечно, да. Остальные банки тоже двигаются к этой цели. JP Morgan рассматривает возможность создания цифрового токена для депозитов. Bloomberg сообщает, что JP Morgan уже разработал большую часть необходимой инфраструктуры, которая необходима для функционирования их токена. Но JP Morgan не запустит его до тех пор, пока регуляторы, например SEC, не даст им зеленый свет. То есть у них все готово, но они просто ждут добро от регулятора. Некоторое время назад у Джерома Паула спрашивали о цифровой валюте Центрального банка. Он ответил, что не уверен, что ЦВЦБ это нужная вещь, а также добавил, что их запуск требует одобрения регуляторов. Теперь мы видим доказательства, что процесс зашел гораздо-гораздо дальше, чем все думают. Банки буквально готовы к запуску и ждут регуляторов. Конечно, мы находимся на этапе предложения новой услуги пока только для бизнес-клиентов, но следующим шагом будет и индивидуальный потребитель. На этом фоне гораздо иначе звучит новость о том, что в рамках исполнения нового европейского законодательства о цифровых активах MICA европейский рынок может быть очищен от любых существующих стейблкоинов. Конечно, эти правила начнут действовать только в июне 2024 года, и до того времени разработчики стейблкоинов могут успеть удовлетворить все требования для продолжения своей работы в еврозоне. Но все равно, учитывая, что банки собираются начинать официальную и регулируемую токенизацию денег клиентов, эти новые правила выглядят не случайностью. Теперь я хочу поговорить про Китай. То, что он делает, тоже очень важно для твердых активов, таких как золото и биткоин. Итак, два крупнейших держателя американского долга, Китай и Япония, на протяжении последнего месяца активно продают казначейские облигации США. Прямо сейчас количество облигаций США, которые они держат, находится на самых низких уровнях за последние 15 лет. И есть несколько причин, почему страны, которые держат в сумме около 30% долга США, коллективно продают его. И Япония, и Китай пытаются поддержать свои национальные валюты, а для этого им нужна долларовая валюта. Откуда же ее взять? Да хотя бы от продаж облигаций. Потому что им просто-напросто нужен долларовый кэш. Также есть утверждения, весьма спорные, что это происходит в рамках дедоларизации. Как бы там ни было, это привело к тому, чего мы не видели уже 45 лет. Волатильность казначейских облигаций США превысила волатильность золота. Это означает, что отток капитала из инструментов с фиксированным доходом, в число которых входят и казначейские облигации, может повлиять на золото, сырьевые товары и твердые активы. А к твердым активам относится и биткоин. Так, например, Рауль Паль говорит, что биткоин это самый твердый из всех активов. Китай уже доказывает нам это. Он активно репатриирует свой капитал. Ему нужен более безопасный актив, чем американский долг. И это золото, которое он накапливает рекордными темпами. В то время как сумма американских облигаций, которые держит Китай, упала до 15-летнего минимума, только в период с ноября по август Китай добавил рекордные 7 миллионов унций золота. Золотые запасы страны на этом фоне достигают исторического пика. Китай рекордно покупает золото 9 месяцев подряд. При этом китайский центральный банк сказал, что безопасность активов, которые они держат, становится невероятно важным атрибутом на фоне геополитической напряженности Соединенными Штатами Америки, да и со всем западным миром. Мы говорили об этом более подробно в прошлом видео. Если не видел, ссылка на него будет в описании. Обязательно посмотри. Всемирный совет по золоту опубликовал исследование. 50% центральных банков считают, что доля резервов в долларах США будет находиться в пределах 40-50% спустя 5 лет. И чуть более 25% банков думают, что она станется неизменной. То же исследование говорит о том, что 7 из 10 опрошенных центральных банков полагают, что золотые резервы центральных банков увеличатся в ближайшие 12 месяцев. Кроме этого, взгляды центральных банков на будущую роль доллара США оказались более пессимистичными, чем в опросах за прошлые годы. И напротив, их взгляды на будущую роль золота стали более оптимистичными. 62% заявили, что доля золота в общих резервах будет расти по сравнению с 46% в прошлом году. Именно поэтому мы и наблюдаем премию по золоту в Китае. И даже по биткоину. Как ты помнишь, на P2P торговле BTC можно было найти за 32,5 тысячи долларов. И на самом деле, некоторые финансовые институты и даже банки уже выбирают кроме золота и биткоин. Японский инвестиционный банкинг стоимостью 500 миллиардов долларов Titan Namura запускает биткоин-фонд для институциональных инвесторов. Это только первое решение, которое они планируют запустить, чтобы предлагать прямой доступ к биткоину своим институциональным клиентам. Также Deutsche Bank заключает партнерство с швейцарской криптофирмой Taurus, чтобы разработать решение для институциональных клиентов по хранению криптовалют и токенизированных активов. Среди токенизированных активов, скорее всего, могут оказаться и токенизированные депозиты сначала бизнес-клиентов, а потом и розничных. Apple планирует запустить свою собственную платформу для торговли акциями на iPhone. Они планировали запустить ее в прошлом году, но отложили запуск из-за падения фондового рынка. Помимо Apple, такую идею вынашивают и PayPal, и TwitterX. И я думаю, это лишь вопрос времени, когда они запустят эти площадки и для криптовалютной торговли. Это будет очень-очень большой толчок для криптовалютного рынка. Мы видим, что некоторые банки и крупные корпорации, кроме золота, также выбирают и биткоин. Почему это происходит? Возможно, они заметили вот это сравнение. Здесь мы видим сравнение золота, биткоина, NASDAQ и S&P 500. Золото с начала года выросло почти на 4%. 3,6%. NASDAQ на 34%, эфириум на 35,5%. Эфир и NASDAQ растут практически одинаково. S&P 500 на 20% и биткоин на целых 60%. Да, центральные банки накапливают золото и думают, что в ближайший год его будут покупать еще больше. Но данные говорят сами за себя. Биткоин превосходит золото в списке твердых активов. Следующий график тоже связан с золотом и биткоином. Это денежная масса США и динамика ее роста. В 1959 году, как ты видишь вот здесь, денежная масса составляла 280 миллиардов долларов. В 2000 году эта цифра выросла до 4 триллионов долларов. Сегодня в 2023 году это уже 21 триллион долларов. Очень стремительный рост в последние 20 лет. Учитывая динамику, в сентябре 2033 года будет около 42 триллионов долларов. Это удвоение денежной массы на протяжении следующих 10 лет, если тренд продолжится. По моему мнению, тренд даже ускорится в ближайшие 10 лет. В сентябре 2043, основываясь на текущих темпах, денежная масса раздуется уже до 84 триллионов долларов, что в два раза больше, чем в сентябре 2033. Можно сказать, что это такой себе халвинг твоей покупательной способности раз в 10 лет. Каждый раз удвоение денежной массы приводит к падению твоей покупательной способности вдвое. И люди мало понимают эти масштабы. Если взять период с 1959 по 2034, то это будет рост денежной массы от 280 миллиардов долларов до 84 триллионов долларов. Также кое-кто из банков начинает понимать и вот этот график. Очень редкий график, мало кто его видел. Да и мало кто оценивает золото именно так. Это разделение цены золота на денежную массу. ЦБ накапливают золото как средство от инфляции. Но дело в том, что это не совсем так. На самом деле золото упало на 80% за 44 года. И конечно мы видели рост. Вот здесь, например. Вот здесь. Вот здесь был рост. И если ты держал золото, например, вот здесь, в период с 2000 по 2011 годы, то скорее всего ты смог заработать процентов 30. Но вот в чем фокус. Если бы ты держал акции технокомпании в этот же период, ты бы заработал состояние, которое сделало бы и твою жизнь, и жизнь твоих детей, и даже жизнь твоих внуков. Это Apple, Amazon и так далее. Но в целом золото по отношению к денежной массе, как ты видишь, летит вниз. И когда центральные банки это поймут и будут думать на длинную перспективу в более чем 50 лет, возможно они обратят внимание на биткоин, который явно превосходит золото. Как мы говорили, только в этом году золото выросло на 3,5%, а биткоин на 60%. Deutsche Bank, например, уже обращает. Более того, предлагает биткоины своим институциональным клиентам. За последние 12 лет золото упало на 52% по отношению к денежной массе. И это ключевое сообщение для банков. Если твои инвестиции не приносят хотя бы 14%, ты в минусе. Ты думал, что ты в безубытке, когда выходишь в ноль? Нет. Когда выходишь в плюс 14%, вот тогда ты в безубытке, учитывая инфляцию. И единственный способ сделать это, как я думаю, быть либо в биткоине, либо в акциях компаний, которые связаны с подрывными инновациями. Но кроме растущей денежной массы, мы имеем и долговой пузырь. Долг США достиг 33 триллионов долларов впервые в своей истории. С июля 2023 года они добавили 1 триллион долларов долгов. Прошло 60 часов с тех пор, а он уже увеличился еще на 50 миллиардов долларов. Если разделить этот долг на все домохозяйства в Соединенных Штатах, то каждое из них будет должно около 260 тысяч долларов. Раньше было страшно увидеть долг в 1 триллион долларов. Теперь нам достаточно несколько месяцев, чтобы его добавить. Долговая спираль раскручивается с невероятной скоростью. Поэтому я и думаю, что нужно иметь часть капитала в твердых активах. На это влияет и инфляция. Да, нас может ожидать второй виток. Нефть достигла 95 долларов. Вот, например, цены на бензин в Лос-Анджелесе. Цены доходят до 7 долларов. Хотя 2 месяца назад были ниже 4. Это большой рост, и это явно должно повлиять на новый рост инфляции. Многие люди сейчас говорят о том, что автомобили на водородном топливе изменят игру. Нефть дорогая. Что же насчет водорода? Водородные автомобили дороже заправлять, чем бензиновые. И в 14 раз дороже, чем зарядить Теслу или любой другой электрокар. Как ни странно, Теслы и электрокары становятся выгоднее. Это может повлиять на рост спроса на них. А значит, компании могут получить больше доходов. И после их квартальных отчетов, их акции могут вполне подрастать. Посмотри на этот график. Он может повлиять на рынок труда, что в свою очередь тоже отражается на инфляции и безработице. Этот график показывает, сколько рабочих дней бизнес потерял из-за забастовок. Сейчас этот показатель находится на 23-летнем пике. 4,1 миллиона дней. Да, миллиона дней. Откуда берется эта цифра? Берется количество протестующих и умножается на количество пропущенных дней на работе. Но нужно отметить, что этот график не включает в себя страйки трех крупнейших автопроизводителей в Соединенных Штатах. Ford General Motors и Stellantis. Люди начинают терять работу из-за этого. Страйки и забастовки потихоньку начинаются везде. Сотрудники и рабочие отстают по доходам от инфляции и в конце концов терпение заканчивается. Страйки затронут не только автомобилестроение, но и все другие индустрии. Розничная торговля, туризм, производство и так далее. Это произойдет из-за продолжительной высокой инфляции и неспособности зарплаты компенсировать ее. Бензин, который дорожает, в огонь добавляет и этот график. Способность семей платить ипотеку тоже падает. Ставки по ипотечным кредитам взлетают. Цены на жилье переживают. Бум. Количество заявок на покупку нового жилья значительно сокращается. Этот продолжающийся кризис недвижимости в США накладывается на продолжающийся кризис недвижимости в Китае. Что может привести к какому-нибудь не очень хорошему результату. Особенно для обычных людей. Для людей, которые недовольны действиями центральных банков. Посмотри на это. Удовлетворение публике о действии, например, Центрального банка Англии падает. В 2022 году это было минус 10%, а в 2023 уже минус 21%. Да, банк уже продолжительное время поднимает ставку. И это необходимо для борьбы с инфляцией. Но люди начинают терять веру в банки. Авторитет банков начинает шататься. Люди начинают понимать закономерность. Печать денег, инфляция, повышение ставок, удар по экономике и удар по людям. Это делает не только Центральный банк Англии, но и многие другие центральные банки. Абсолютно их большинство по всему миру. Это может спровоцировать социальную нестабильность, страйки и забастовки, о которых мы говорили. Но на что я надеюсь больше? На рост интереса к биткоину в итоге. В странах, которые переживают гиперинфляцию, где уже достаточно поздно, люди наконец осознают это. Биткоин предлагает побег из такой античеловеческой системы. Впрочем, к этому людям по всей планете еще предстоит прийти. Поток капитала в криптовалюту. Здесь мы видим, что за последнюю неделю из криптовалюты вывели 54 миллиона долларов. Очень похоже на позапрошлую неделю. Из 9 последних недель, 8 недель закончились оттоком капитала из криптовалютных активов. Давай разберем это более детально. Альткоин индекс за 90 дней показывает большой рост. Это значит, что альтернативные криптовалюты, особенно те, которые побольше, в последнее время показывают себя лучше биткоина. И мы можем увидеть, в какие монетки на протяжении последних трех месяцев инвесторы переводили свои деньги вместо биткоина. Это Мейкер, Каспа, XDC, StellarXLM, Solana, Tron, Aave, Chainlink, Bitcoin Cash, XRP, XBAR и другие. Выводили же деньги за последние 90 дней из инбокса, интернет-компьютера, Algorand, Nier, Polkadot, Binance Coin, Dogecoin, VeChain, Ethereum и Avalanche. Почему же доминирование биткоина остается неизменным на этом фоне? Потому что половина альткоинов показала себя лучше, а половина хуже, чем биткоин. Альткоины не мертвы, вот поэтому доминирование биткоина достаточно стабильно. Что касается недели, а не трех месяцев. Оттоки капитала фондов были из биткоина 45 миллионов долларов, Ethereum от 4,8 миллиона долларов, Binance Coin, Litecoin. При токе же наблюдали Solana, XRP и Cardano. Суммы, правда, не очень большие, но тем не менее. 700 тысяч долларов, 400 тысяч долларов и 100 тысяч долларов. Grayscale фонд. И биткоин, и Ethereum все еще торгуются со скидкой. Но что интересно, два месяца назад на Ethereum была скидка 55%. На прошлой неделе 28%, а сейчас это уже 26,96%. Это значит, что инвесторы Grayscale проявляют больше интереса к эфириуму, чем два месяца назад и даже одну неделю назад. Но если мы будем говорить про биткоин, GPTC, одну неделю назад скидка на него была 17%, а сейчас 21%. Инвесторы Grayscale предпочитают эфириум биткоину на протяжении последней недели. Могу предположить, что институциональные клиенты Grayscale просто-напросто очень сильно возбудились вот этой новости. SEC согласилась рассмотреть заявки от Arkinvest и Vanek на спотовые эфириум ETF. Но зато биткоин перестал коррелировать с рынком NASDAQ. Правда, немножко не в ту сторону, которую бы хотелось увидеть. NASDAQ растет, а биткоин упал. Однако, я думаю, это не будет продолжаться вечно. И на длинной дистанции биткоин превзойдет NASDAQ и другие рынки, причем значительно. Почему? Кто-то посмотрит на это безобразие и скажет, биткоин мертв, здесь ловить нечего. Но нет. Рыночная капитализация больше триллиона долларов. Но самое крутое, что активных суточных пользователей всего 5 миллионов человек. 5 миллионов человек. Ты вдумайся, насколько это ранняя индустрия. Рауль Паль, например, считает, что криптовалютой будет пользоваться как минимум 1 миллиард человек. И я с этим согласен. Вот, например, сравнение роста пользователей криптовалюты с ростом пользователей интернета. Просто раздели 1 миллиард пользователей на 5 миллионов. Это 200. Криптоиндустрия может вырасти в 200 раз. За 24 часа мы также видели более 32 миллионов транзакций. Так что активность высокая, криптовалюта не мертва, а перспективы, как для ранней индустрии, очень большие. Индекс жадности и страха на крипторынке достигал практически 50 пунктов, хотя в начале сентября мы видели 30. Люди сейчас не так сильно напуганы, как в начале этого месяца. Люди были напуганы, потому что сентябрь исторически был плохим месяцем для биткоина. Только лишь в 2015 и 2016 сентябрь заканчивался для биткоина ростом. Остальные месяцы были красными. Но судя по этому индексу, люди больше этого не ждут. И возможно как раз поэтому под конец сентября нас будет ждать какой-нибудь сюрприз. Типа похода вниз. Я бы так сделал на месте маркетмейкера. Ну а теперь я хочу показать тебе самый важный график в этом видео. Его должны увидеть все. Прямо сейчас не забудь поставить лайк. Это поможет видеоролику найти более широкую аудиторию. И это будет очень важно для тех людей, которые без твоего лайка не увидят эту информацию. Здесь достаточно сложный пост, поэтому я объясняю простым языком. Зеленая полоса это рост ликвидности на рынке. Красная полоса означает, что ликвидность из рынка уходит. Биткоин любит расти тогда, когда он находится в среде роста ликвидности. То есть в зеленой полосе. Потому что именно в такой появляется больше денег и больше кэша, которые вливаются в рынки. И я говорю про глобальные рынки, а не только про криптовалютный рынок. И мы находимся на этом падении цены вот здесь, как раз тогда, когда на рынок приходит ликвидность. Индекс финансовой ликвидности США тоже стал позитивным, как ты видишь на этом графике. Я позволил себе сравнить графики биткоина и ликвидности. И как ты видишь с тех пор, как ликвидность начала расти, вот здесь и биткоин начал расти. Конечно, пока центральные банки продолжают политику ужесточения, то есть пытаются эту ликвидность высосать, говорить о полном бычьем рынке не приходится. Но тем не менее, ликвидность возвращается. И это хорошая новость для рынка. Как и количество активных адресов в сети биткоина и эфириума. Мы видим большой взлет по обеим криптовалютам. Это одни из самых больших темпов роста с октября 2022. Кроме того, количество пользователей и биткоина, и эфириума находятся около самых высоких значений за последние полтора года. А это значит, что криптовалюта не мертва, а просто готовится к бычьему забегу в будущем. Конечно, за взлетом эфириума в этом показателе стоит кое-что не совсем естественное. А именно Binance, поскольку их горячий кошелек в последнее время суперактивен. Более 700 тысяч транзакций за день и 700 тысяч уникальных адресов. Если быть точнее, 702 тысячи. То есть бум эфира на этом графике не совсем естественен. Но вот биткоин весьма органично растет. Это значит, что люди накапливают его, хранят его и любят его. Что ж, это делаем и мы. На этом все, друзья. Меня зовут Богатейший Ди. Я надеюсь, это видео было насыщенным, информативным, интересным и полезным. Если это так, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. И мы увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова